Всем привет! Меня зовут Михаил Леницев, а это финансовая детская неожиданность, которую мы делаем вместе с Министерством финансов края. Мы порой упоминаем, что инвестировать это классно и обычно выгодно, и почти 7 триллионов рублей на брокерских счетах подтверждают мои слова, а опровергают их 33,5 триллиона в банковских вкладах. Ставки в последнее время растут, это да. Но мы же помним, что еще есть облигации. Облигация это такая труба, идет вода, а потом дома, а потом кран идет и ванну. Скидки? Нет. Не знаю. Мне кажется, дать в долг. Именно облигации это про долг. Частенько бывает, что государству или крупной компании нужны деньги в ближайшее время, и самый простой способ их достать – занять напрямую инвесторов. Для этого надо заранее объявить о размере займа, его сроке и пообещать выплаты. Допустим, компании нужны 100 миллионов рублей. На эту сумму она выпускает облигации. Принятый стандарт – 1000 рублей за штуку. И тут же фирма обещает, что будет платить 8% годовых за это, а окончательно рассчитается через 3 года. И если депозит в банке – это история обычно на год, то облигации бывают и на несколько месяцев, и на год, и на 5, и даже на 30 лет. Учитывая, что по ним выплачивают купоны, это вот те самые периодические платежи, то с этих доходов вполне можно жить. Некоторые и так делают. А еще бумагу можно перепродать и тоже заработать. Но облигации бывают разные. Вот три самых популярных типа. Государственные выпускает, собственно, государство. Особенно на них не заработать, но инвесторы пользуются такими бумагами для того, чтобы сохранить капитал. Все-таки страны – это самые надежные заемщики в мире. Еще есть муниципальные облигации. Это уровень, например, Красноярского края. У них все так же, только процент обычно поинтереснее. Третий тип – это корпоративные облигации. Займы крупных компаний. Они считаются более рискованными, потому что бизнесы разоряются чаще, чем страны. Но и премия за риск выше. И обратите внимание, оба варианта выгоднее вклада в банки. Но риски вполне сопоставимы. А вот как думаете, что безопаснее? Купить акции и стать совладельцем бизнеса? Или выбрать облигации и дать в долг? Потому что если брать деньги в долг, вдруг ты потом не выплатишь этот долг. А когда купишь кусок компании, тогда не надо никакие деньги возвращать. Ну, владелец, наверное, можешь как-то обмануть. А в долг это как-то тоже, ну, какое-то доверие. В общем и целом, да. Дать в долг безопаснее. Если вы задумались, то заброшу в догонку несколько параметров, которые стоит учитывать при выборе облигаций. Само собой важны ставка и дюрация, то есть время действия. Еще полезно посмотреть на стоимость. Облигация может стоить всего тысячу, а продают их лотами по 100 штук. И уже не так дешево. А еще важная штука – плавающая или фиксированная процентная ставка. А если фиксированная, то все ясно. Условные 9% будут до конца. А вот если плавающая, то она внезапно может упасть. И инвестор потеряет в доходности. Правда, может и вырасть. Побольше об этом и не только почитайте вот на этом портале. Просто наведите камеру телефона на QR-код. Там много статей о финансовой грамотности. И напоследок. Облигации и акции – это штуки, которые принадлежат пространству фондовой биржи. Для доступа к ним нужен брокерский счет, но его открывают, кажется, все и без проблем. Пожалуйста, не рискуйте особенно. Но попробовать все-таки стоит.